Андрею 10 лет. Он как взрослый лежит один без родителей. В инфекционное отделение ЦГБ попал сангиной. Лечащий врач Анна Семенова обещает, что сегодня мальчик поедет домой. Вот уже 7 лет Анна Сергеевна лечит пациентов с различными инфекционными заболеваниями. Причем лечит успешно. Спустя всего 365 дней после трудоустройства ее назначили заведующей вторым отделением. Здесь вот для меня лично, может быть грубое слово кайф, но для меня здесь, в чем мне больше всего здесь нравится, в том, что я вижу удачу от своей работы. Пациенты выздоравливают. У нас в нашей профессии есть немного заболеваний, которые хронические. А в основном это заболевания, которые заканчиваются благоприятно. И если правильно поставлен диагноз, пациент быстро выздоравливает. И вот это непередаваемое ощущение. Анна Семенова родилась, как сама говорит, в обычной семье. Мама учитель, папа электрик. Сама она свою жизнь решила связать с медициной. Сразу после школы поступила в училище. Затем учеба по целевому направлению в медуниверситете, который она окончила с красным дипломом. Изначально мечтала стать акушером-гинекологом. Все изменилось, когда пришла на практику в инфекционное отделение. В очередной раз у нас не хватало рук. Мы очень обрадовались Анне Сергеевне и быстренько решили уйти в отпуск. Все, но не все, но решили уйти в отпуск. И ее на прорыв оставили. Она показала себя с замечательной стороны. Она показала себя уже настоящим доктором, еще будучи без диплома. И в тот тяжелый момент, когда мы работали с ковидными больными, мы по очереди работали в этом отделении с такими пациентами. Было очень тяжело, мы плакали. И до сих пор, вспоминая, как мы работали в этот период, слезы наворачиваются на глазах. Жуткая диагностика. Так медики говорят об инфекционном отделении. Поток самых разных инфекций настолько велик, что за короткое время работы здесь врачам хватает одного взгляда, чтобы по виду сыпи определить заболевание. Если, например, взять ВИЧ-инфекцию, очень сложное заболевание, в институте мы вообще ни одного случая не видели острой фазы ВИЧ-инфекции. А сюда мы пришли работать, буквально отработали, наверное, полгода. И мы могли в приемном покое уже диагноз поставить. Куда сложнее было работать с новой коронавирусной инфекцией. Но, несмотря на это, медики справились. На днях губернатор края Виктор Томенко вручил Анне Семеновой государственную награду – медаль Луки Крымского, которой награждают врачей за особые заслуги. Болезнь новая, было страшно. Вспоминаем то время, самое начало, когда все боялись заходить к пациенту в бокс. Когда привезли первого пациента, это все помнят. Вот. Работа, есть работа. И как-то вот постепенно все вработались. И не боимся данного заболевания. Награда для Анны Сергеевны – память о нелегком времени. И хотелось бы, чтобы оно не повторилось. Планы на будущее самые обычные. Просто хорошо делать свое дело. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, Будни.